Лисичанск под сильным огнём со стороны оккупантов. Противник старается как можно скорее захватить город. Два дня назад российские военные подорвали мост – основную артерию, которая соединяла населённый пункт с другими украинскими городами. Но спасателей это не остановило. Они нашли способ заезжать на бронированной капсуле в регион, чтобы спасать людей. «Сегодня, 26 июня, эвакуируем людей из города Лисичанск. В количестве шесть человек, из них один ребёнок. Едем. Пусть нам везёт, и всё будет хорошо. Всё будет Украина». Капсула рассчитана на 17 посадочных мест, но в бронированном грузовике вывозили и до 40 людей. «Эта бронированная капсула защищает людей от осколков и любого стрелкового оружия». Вадим решился вывезти жену четырёхлетнего ребёнка и сестру жены в столицу Украины, Киев, к родственникам. Взяли с собой вещей по минимуму и пришли на пункт эвакуации. На перебой рассказывают о ситуации в родном Лисичанске. «Я сегодня в центр поехал для ребят узнать вообще. Я подъезжаю в церковь, попали, разрушили. Слышно свежий вот порог. Думаю, вот оно. Я бы себе чуть-чуть на педали придавил бы, я бы догнал бы этот снаряд». Четырыхлетний Давид постоянно обнимает маму. Он напуган, хотя до конца и не понимает, что происходит. «Это мы перепуганные были, а дитё он просто маленький ещё как-то особо не понимает. Ну а мы, ну конечно, да. Сначала в убежище жили, а военные нас, конечно, сказали, покиньте убежище. Потом до родителей мы в погребе были. Сколько времени так провели, прожили? В убежище мы два месяца пробыли у родителей. Ну, всё остальное время сколько. А уже просто сил нет, и решили отбить. Потому что действительно жизнь дороже». Среди тех, кто согласился на эвакуацию, 78-летний Владимир Петрович. За четыре месяца мужчина пережил многое и решил, что с него хватит. Во всём девятиэтажном доме, где живёт пенсионер, остался только один пожилой мужчина в соседнем подъезде. Все остальные соседи выехали. «Всё, всё клапа биты, всё прошло, ехать. Снаряды пролетают со стороны Северодонецка. Ну, там стоим как раз возле санкт-пенсионной станции, его четыре раза ракетой попало. Так что там ничего не осталось. Она его там повыбивала ещё 18 октября. 18 марта. А тогда же были ещё морозы. 14-17. А сейчас, я же говорю, там вчера, да, теле вышло. С лица земли снизло. Такие ракеты пускают. Там дальше, бог не узнает, что она дальше будет». Из Лисичанской людей бронированные капсулы довезли до Бахмута. Оттуда волонтёр забрал их в Днепр. Там они смогут пожить у представителей католической церкви. Всё это бесплатно. «Еду по гуманитарным вопросам в Днепр. Волонтёры меня проспонсировали соляркой, взяли солярку. И доставлю сейчас в город Днепропетровск эту семью». Анастасия Волкова, Воспитального информационного марафона «Фридом», телеканал АЮА.